Всем привет, с вами Алекс, канал Берилла. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни. Делаем выводы, возможно, катаклизмы. Ну, а начинаем мы с чистоты воздуха и смотрим за пожарами. Начнем с Северной Америки. Видно, что, в общем-то, есть очаги возгорания здесь. И вот даже в Мексике есть, на Калифорнийском полуострове. Но он как-то не особо выражен. То есть, это все носит больше локальный характер. Все-таки какие-то долины, судя по всему. Ну, такого катаклизма, как Якутия, не скажешь, что происходит. А вот в Бразилии вот здесь следует обратить внимание. Почему? Потому что здесь видно, что очаги начинают объединяться. Видите, такой конгломерат потихонечку делается. Вопрос только стоит в том, для чего это либо естественный процесс, что маловероятно, либо это жгут просто леса опять для сельского хозяйства. В Африке тоже были сообщения о пожарах. Да, в Алжире, в горах, смотрите, вот здесь есть очаг. В Греции есть очаг тоже здесь, на побережье Игейского моря. Вот что-то здесь происходит на границе Ирана и Ирака, также в Эмиратах. Ну, здесь, возможно, просто полевые бури. В Европе, в общем-то, остальное все нормально, практически во всей, да и на большей части Сибири. Но смотрите, что происходит, во-первых, в Якутии. В Якутии произошло массовое объединение этих очагов. То ли это просто атмосферные процессы, что-то вроде ветра успокоилось, да, и весь этот дым стал концентрироваться просто таким сплошным конгломератом, большой по размеру. Вот, плюс вот здесь еще на запад идет очаг. И как следствие, из-за того, что здесь дует со стороны Ямала ветер северный, да, то есть и Казахстан, и Урал перестали получать дым, и большая часть Сибири, а все сконцентрировалось здесь, в Восточной Сибири, и прямо на Иркутск, сюда, в Монголию, получилось. Вот это направление, которое мы сейчас имеем, ветра. Также вот на востоке Китая, здесь на самом побережье что-то тоже происходит. Ну, теперь давайте посмотрим, где какие у нас связаны с непогодой катаклизмы. Ну, смотрите, это Черное море. Черное море в этом году, вообще, акватория как-то, мне кажется, за это лето больше непогоды, чем погожих дней случилось. И вот эта вот вся система, судя по всему, надолго. Видно, что здесь циклон засел, ему здесь интересно, ему здесь хорошо, он никуда особо двигаться не хочет. И вот он посылает сюда заряды, соответственно, грозы, доходящие до Ростова-на-Дону. Вот, правда, жители Ростова сообщают, что гремело сильно, но, как бы, сильного ливня не было. Вот, второе. Эпицентр непогоды виден в Прибалтике, то есть это Латвия, Эстония, чуть-чуть вот сюда на северо-запад Российской Федерации. Вот, кое-где дождей, грозы будут по линии Тула, Москва, Кострома. Вот, ну и сюда, в Усогорск, уходят практически до Нарьянмара по этой линии. Вот, немножко похолодало в Мурманске, смотрим, 13, в Архангельске плюс 18, но погода в целом неплохая. На юге Сибири здесь тоже, вот, кое-где дождики, да, Новосибирска, между Омском и Новосибирской. Томск, получается, и Лесосибирск. И далее, вот, грозы, возможно, опустятся сюда, в Иркутскую область. Так, смотрим, как дожди идут в сторону Якутии, а не как. Вот, видно, что они здесь остановились, как раз на подходах Якутии, да, кое-кто тут прорвался, такие мелкие дождики, но существенного влияния, судя по всему, на обстановку они не окажутся, потому что надо понимать, что если там разогрелось, раскалилось, то просто дождиком потушить, это довольно сложно. Должен быть такой хороший дождик, очень сильный дождик. Вот, смотрим, здесь очередной циклон на Дальнем Востоке, идет, судя по всему, на север, плюс вот здесь в Японском море тайфун как-то разложился, да, но вот его хвост оказывает влияние на Японию и, получается, на Восточный Китай. Также обращаем внимание, вот здесь вот сильные грозы, это ближе к Непалу, Восточной Индии, ну и в Индокитае тоже локальные грозы, здесь обратите внимание, здесь в Малайзии тоже, возможно, сильные осадки, так что в Малайзии, может быть, вынести предупреждение надо. В Новой Зеландии на Южном острове сильные осадки, вот здесь, ну, здесь мало кто живет, здесь горы, но вместе с тем это довольно-таки опасное явление, то есть для локальных жителей могут быть проблемы. Так, смотрим Аляски, что у нас здесь по югу Аляски, здесь дожди, вот смотрите, в горах здесь даже снега, происходит Фэрбэнк, потихонечку холодает, смотрите, плюс 10, вот в центре Канады здесь дождики возможны, но вот непогода происходит на границе Манитоба и Антарио, здесь по югу, практически и США тоже в Миннесоте, вот здесь Миннесота, Антарио, на этой границе происходит непогода. В районе Великих озер тоже возможны грозы, вот здесь вот какие-то сильные тайфуны подходят к побережью Мексики, могут быть какие-то локальные подтопления, но они покасательные идут, поэтому что-то такого сверхъестественного не приходится ожидать. Небольшой дождик вот здесь вот на юге Бразилии, вот, но в целом видно, что температура около нуля, пока не теплеет, пока еще зима и на юге Чили там Аргентины снегопады происходят. В Африке, в общем-то, все в соответствии с ожиданиями, вот, температура тоже, в общем-то, можно сказать, но вот здесь на Западе видно, что температура прям зимняя, скажем, вот, 20-23 градуса, это температура зимы на Канарских островах плюс 21 тоже, а такие же температуры в декабре там вполне встречаются. Так, теперь давайте посмотрим давление, вот, как у нас, видно, что в Европе практически во всей устанавливается высокое давление, за исключением Скандинавии и региона Кавказа. Вот, в Азии с этим сложнее, здесь около Охотского моря высокое давление и низкое давление проникает сейчас в Северную Америку. Завтра примерно так же будет больше, здесь антициклон установится на Северном Урале, то есть на Урале будет хорошая погода и даже Западную Сибирь чуть-чуть захватит. А вот в Средней Азии, в Сибири будет низкое давление, к сожалению, в Якутии тоже будет высокое давление, не будет низкого давления, так что пожары продолжатся. Вот такие вот здесь тайфунчики выстроились в ряд, выстроится в ряд завтра в Тихом океане. Ну что, давайте посмотрим теперь 19 августа, уже конец второй декады августа. Вот, преимущественно низкое давление будет в Евразии, за исключением здесь границы Сибири и Казахстана. В Северной Америке будет преимущественно высокое давление, хотя кое-где вот видно будут такие полосы с грозами и штормами. Так, теперь давайте посмотрим температуру. Ну вот видно, что вот такой вот свиньей практически выносится сюда в сторону Белого моря, тепло, со Средней Азии. Но пока вот фигурирует только Астрахань, сороковник держит, да, хотя прогноз вот на ближайшие дни, что в Украине тоже будет сороковник, причем где-то в районе Полтавы, Сумы, вот где-то в этом регионе. Но посмотрим. Обратите внимание, как прохладно в Европе, в Германии, 18 градусов сейчас, то есть уже тоже такие какие-то осенние погоды. А в Шотландии так вообще он там плюс 15. Вот вам такой вот августовский денек. Ну и прохладнее стало в Скандинавии гораздо, да, видно, что вот тепло доходит только до Архангельска, ну и по Уралу тоже вот до Перми только доходит, ну даже не Пермь, скорее всего Уфа здесь получается, и даже в Челябинске всего плюс 20, то есть только Южный Урал, Оренбург вот плюс 32, и все это за счет Средней Азии влияния. А в Якутии продолжается жара, видно, что под 30 градусов, вот, так что там прогноз, что в следующей декаде, ну во второй декаде августа потихоньку начнет этот антизаклон у них слабеть, и соответственно только к концу месяца ожидаются седленные дожди, которые потушат пожары. Представляете, как долго? Так, ну давай теперь посмотрим ночные температуры, ну вот так же вдоль этой свиньи будет теплая ночь, во всех остальных регионах будет довольно-таки прохладно, и в США видно, когда день не выходит далеко в Канаду, только вот здесь в сторону Гудзонова залива тепло. Так, завтра смотрим, завтра будет сюда вот в сторону новой земли вынос тепла, большая часть Европейской России будет довольно-таки умеренной погодой, на Украине, только на востоке будет такая сильная жара, вот, ну в целом видно, что потенциал готовится со Средней Азии пойти куда-нибудь на север, да, а с другой стороны здесь, со стороны Сибири, видно проникновение в Казахстан прохладного воздуха происходит. И на Чукотке, обратите внимание, здесь уже практически похолодание, уже какие-то около нулевые температуры. Ну и смотрим 19 августа, видно, что также вокруг Средней Азии будет жара, средоточено доходить будет до Восточной Украины, а Беларусь и Западная Украина уже будет прохладно, так же как и во всей Европе, то есть в Европе можно уже сливать лето, оно не состоялось, судя по всему, надеемся только на осень. Ну и Южный Урал, Южный Сибирь еще покупаются в тепле, вот, видно, что в Якутии наконец-то установится прохлада, как я говорил, к концу второй декады, ну и ждем, что в третьей декаде там эти пожары потушатся. Пишите в комментариях, что удобно по поводу этого прогноза, а с вами был Алекс, Кламберид Лабжи, отличного прожения!